Вы искали, как быстро сбросить вес после праздников, убрать живот и главное без диет? Вы нашли нужное видео. Конечно, большинство из нас имеет славянские корни, а славяне отличались хорошим аппетитом, а благодаря аппетиту и хорошей выносливостью. Если помните, раньше работника выбирали за столом. Раз хорошо ест, значит может хорошо интенсивно работать. Современные работники выполняют только часть этого. Они способны хорошо покушать, а дальше физическая работа у нас немножко сегодня отстает. Сегодня большая работа интеллектуальная, а там большие траты энергии не происходят. Поэтому возникает вопрос, как вот то добытое за праздничными столами и накопленное в жировой клетчатке, как быстро от этого избавиться? Вы знаете, быстро не значит эффективно, не значит хорошо. Потому что, вы знаете, спешка, говорят, нужна только при вовле блок. Да, там, да, они очень быстро бегают. А в снижении веса нужно понимать, что снижение веса это процесс. Быстро можно, это пожалуйста, хирургу, липосакция, пластическая операция, пожалуйста. Вот там быстро действительно убирается жировая ткань и в принципе осложнения только связанные с операцией. Если же вы хотите любым другим способом, физической нагрузкой, правильным питанием, снижать вес, вот здесь нужно именно правильное питание в любом случае. Потому что жировая ткань растворяется, попадает в кровь, увеличивается количество жиров в сыворотке крови. Появляется так называемая хилезная кровь. Эта кровь способна к образованию тромбов. И вот тут нужна правильная работа печени, она должна успевать вот эти все жиры проводить через себя, сбрасывать в кишечник. Если она все это делает прекрасно, если вы печень свою, о ней не побеспокоились, жиры находятся в кровеносном русле, вы рискуете атеросклерозом сосудов, жиры забивает печень, появляется жировой гипоток. А что такое жировой гипоток? Печень, забитая жиром, она не способна выполнять ту работу, которую она должна выполнять. А ни одна функция в вашем организме не может происходить без нормальной работы печени. Хорошая работа печени, и вы ходите здоровым. Вам чихать хотелось на все любые рекомендации, вы чувствуете себя здоровым. Вы можете вести разный образ жизни, но ощущение будет, что вы здоровы. Несмотря ни на какие перипетии, несмотря на то, что вы, скажем так, ведете себя как видите. А вот когда есть жировой гипотоз, или по-другому иногда называют статок гепатит, потому что явление гепатита всегда присутствует в печени, вот здесь уже вы боитесь шаг влево-право сделать. Потому что печень не работает как положено. Она не обеспечивает обмен веществ в вашем организме. Все, организм расползает, рассыпается просто все. Потому что 100% питания зависит от работы печени. 70% очищения вашего организма зависит от той же работы печени. Эти процессы можно разделять, а можно сделать одномоментно, чтобы это происходило. Я это знаю, как это делать. Досмотрите видео до конца, узнаете и вы, как это использовать для вашего собственного здоровья. И активного долголетия. Как сбросить вес? Ну, смотрите, что получается. Да, давайте разделим на две части. Один праздник и череда праздников. По одному празднике у нас тоже бывает. Вы знаете, чаще всего, когда не знают, как правильно подготовиться к празднику. Как правильно сочетать продукты и напитки за столом. И как правильно выйти. То настроение напоминает цвета моей одежды. Как вы понимаете, праздник, как бы он там был. Вроде как все здорово. Потом день после праздника, ужасно. День такой серенький перед праздником. Вроде как вздохнули. Попали на праздник и опять все то же самое. Вот для того, чтобы не было вот такой вот у вас пестрой жизни. Чтобы она все-таки была такая более радужная, более голубая. Важно правильно понимать это как процесс. Не после того, как. А все-таки еще до того. Видео, как подготовиться. Как провести правильно праздничное застолье. Как сочетать напитки. Продукты питания есть на моем канале. Если, чтобы вы потом долго не искали, вы можете просто подписаться на мой канал. Кнопка подписки прямо под видео. Подписались и вам будет легче найти. Вы не потеряетесь теперь на бескрайних просторах интернета. Вы легко сможете все, что вам нужно получить. Что делать после? Тут зависит от того, какую систему питания вы поддерживаете. Если вы больше склонны к вегетарианству. У вас переедание было именно вегетарианской пищи. Чаще всего это процесс брожения активируется. Потому что вегетарианская пища по большей части все-таки это углеводистая пища. А углеводы в кишечнике имеют тенденцию бродить. И даже если вы за столом алкоголь не употребляли. То за следующий день у вас уровень алкоголя выше, чем у того, кто накануне много водил. Потому что брожение это все-таки образуется спирт, образуется алкоголь. Исследования такие есть. Их можно опровергать, их можно нецамы. Но это есть. Что делать с процессом брожения? Бродит лучше всего сырая растительная клетчатка. Поэтому для того, чтобы этот процесс притормозить, пища должна быть термически обработана. Растительная пища должна быть термически обработана. То есть, что лучше использовать? Напеките себе на следующий день яблок. Запеките тыкву. Лук можете напечь. Можете сделать какую-то рагу, какой-то винегрет, какой-то легкий овощной супчик. Пожалуйста. Выбор громадный. Вопрос в чем? Что нужно сделать обязательно? Какие компоненты должны быть? Вот эта пища идет хотя бы 4-5 раз в день. И обязательно хотя бы чайная ложка какого-то жира. Будет это растительное масло. Будут это какие-то... Ну, семена не проходят. Там белок. Белок в этом случае хуже, потому что ему нужно время на переваривание. Он будет тормозить весь процесс. Поэтому лучше ложка растительного масла. По вашему выбору. 5 раз в день. С какой-то термически обработанной пищей. Пожалуйста. Не вопрос. Вы почистите свой организм по одной простой причине. Многие говорят, да, съешьте сырой салатик. Там каких-то фруктов, овощей набросайте. Во-первых, процесс брожения будет продолжаться. Во-вторых, сырая растительная клетчатка это очень плохой сорбент. То есть она механически остатки пищи вместе с теми бактериями, которые там растолстели на этом питании, вытолкнет, а токсины сосутся в кровь. И вот здесь возникает проблема. То есть вроде как кишечник почистили. Вы видите, что организм вроде как почистился. Почему же состояние улучшило? Да потому что то, что образовалось в кишечнике, оно сосалось в кровь. Чем отличается термически обработанная растительная пища? Тем, что когда вы яблочко пекли, вы испарили из него воду. То есть яблочко сохлось, уменьшилось в объеме. Точно так же произошло с тыквой, кабачки. Вот они великолепны для очистки вот на следующий день в этом случае. Бросили вы кишечник, они влагу напитывают, не набирают воду. С теми токсинами, которые в этой воде были. Вот вам прошло очищение. Вот собрались токсины, они не могут попасть в кровь. Потому что они вот здесь, на клетчатке, которая из кишечника никуда не девается. Оно по нему прошло, и с токсинами вышло. Поэтому вот такой вариант должен быть, если вы перебрали. А последний прием пищи, вот вечером съели там пару запеченных яблок, вот здесь после них, съешьте салатик из сырых овощей, из сырых фруктов, пожалуйста, с клетчаточкой. Они как поршень вытолкнут всю пищу, которая была в кишечнике. Все. И все прекрасно. Вы свой организм почистили. Хотите более эффективно? Да, пожалуйста. Можете что еще сделать? Можете сделать так называемый шампрокшалам. То есть это последовательно испиваете стаканчик подсоленной воды, делаете несколько движений, чтобы вода из желудка побыстрее попала в кишечник. И через 15 минут повторяете эту процедуру. Как правило, 3-4 стакана воды, первый стакан уже доходит до толстого кишечника, появляется послабление легкое. И вот вы таким образом очищаете кишечник. Но шампрокшалана, она хороша, если у вас не было опять витамины. Если у вас в хорошем состоянии кишечника, если там не было энтероколитов. Если нет каких-то анатомических дефектов. Почему? Потому что вода, она не вытолкнет клетчатку. Она смывает хорошо со стенок содержимое. Она хорошо избавляет от токсинов. Но вот твердую пищу, она ей тяжелее вытолкнет. Поэтому шампрокшалана я советую не до, а после. Вначале вот так, дедек на термически обработанной пище, затем шампрокшалана, и вы очистили кишечник. Все прекрасно. Вы готовы, в принципе, вести тот образ жизни, тот систему питания, которую вы имели до этого. И, в принципе, на растительной пище, конечно, лишние килограммы набираются с трудом, поэтому тут избавиться от лишних, там, нескольких килограммов, не представить никаких трудов. Если вы не вегетарианец, если вы питаетесь обычной пищей и перебрали, вот здесь самый лучший вариант, не меняя систему питания, то есть, самый простой вариант в усвоении, в очищении организма, это кисломолочные продукты. Простокваша, кефир, йогурт, по выбору любое, но, что принципиально, не обезжиренные. Обязательно должны быть жиры. Жир, это обязательное условие для того, чтобы печень сбрасывала, вернее, желчный пудык, сбрасывал желчь в кишечник, а печень на освободившееся место могла очищать кровь от тех токсинов, которые туда попали, потому что вы себя чувствуете, неважно. Вот то, что вы себя чувствуете на следующий день не самым лучшим образом, это говорит о том, что в крови есть токсины. Мозг оценивает крови токсины, у вас изменилось настроение, у вас изменилось поведение, у вас изменилась работоспособность. Вот для того, чтобы вернуть вас в боеспособное состояние, самый главный фильтр вашего организма должен работать. Поэтому в пище кисломолочные продукты должны быть обязательно не обезжирены. Если вы боитесь тех жиров, которые там есть в естественном состоянии, можете взять нулевой жирности кефир, но вы обязаны туда положить какую-то ложку растительного масла, чайную. Много не нужно, чайная ложка в достаточном условии для того, чтобы сократился желчный пудык. Все прекрасно. И вам единственное, что нужно будет еще сделать, кефир не вытолкнет ту пищу, которая задержала в кишечнике, вам туда нужно положить какую-то клетчатку. Вот здесь вот, опять-таки, вы можете кефир комбинировать, стакан кефира двух с половиной процентной жирности, или нулевой кефир, и чайная ложка растительного масла, и одно-два запеченных яблочков. Вместе, рядышком. И вот такая комбинация у вас спокойно проходит 4-5 раз в день. Если будете питаться так чаще, я вас уверяю, вес у вас не наберется, потому что, ну, даже кефир двух с половиной процентной жирности, это всего 60 килокалорий, умножаем на 5, получаем аж 300 килокалорий, яблоки по-калорийности, еще калорий там 20 вам добавят, то есть, это, ну, практически ничего. По сравнению с теми двумя тысячами килокалорий, которые обычным человеку нужны в сутки. То есть, вес будет снижаться, да, и будет правильно проходить очищение. После вечерней порции кефира, опять-таки, для того, чтобы активировать процесс очищения кишечника, какой-то салатик из сырых, овощей, фруктов. Ну, самое простое, натерли яблочко, взяли, нарубили меленько капусточку свеженькую, и вот такой салатик после еды, ни в коем случае не перен. После, после кефира, после запеченного яблока, еще вот такая порция салата, 100-150 грамм, и вся конструкция пошла по кишечнику, вы очистили свой кишечник. И вы готовы, фактически, к следующему рабочему дню в приличном, хорошем состоянии. Вот так вот можно поступать, если вы один раз перебрали. Если вы так будете делать после каждого застолья, я вас уверяю, ну, уровень здоровья вас будет, вы быстро будете восстанавливать. если же вы просмотрите еще видео, как правильно провести это застолье, я вас уверяю, может быть, вы и до этого не дойдете. То есть, у вас все будет происходить легко и просто. Да, вчера великолепно провели день, а сегодня прекрасная работоспособность. но это если вы будете понимать, что не стоит затягивать, не стоит откладывать, ой, да, сегодня перебрал, ой, там послезавтра опять, да что я буду тут морочиться, все равно там переберу, там опять, 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 и пошло. Ну, тут возможностей много, во-первых, можно легко набрать действительно много килограммов лишних, потом от них сложнее избавляться. с другой стороны можно еще перебрать по-другому, тут тоже можно попасть в систему. Поэтому, для того, чтобы этого не было, не откладывайте очищение своего организма надолго, не откладывайте на завтрак. Знаете, лучше все это делать все-таки своевременно, потому что, чем больше таксии находятся в вашем организме, они пока не выйдут, они находят мишени, активно работает мозг, страдает мозг, активно работают мышцы, страдают мышцы, всегда активно работает сердце, страдает сердце, пытаются как-то токсины эти удалять почки. Сами понимаете, что там будет происходить. То есть, зачем вам эти сложности нужны? Если так получилось, что в организме появилась лишняя порция токсинов, избавляйтесь от них своевременно, вам будет больше здоровья доставаться, а докторам меньше работы, потому что, вы знаете, они тоже в праздники должны отдыхать, и после праздников должны тоже восстанавливаться правильно. Поэтому, берегите себя. Знаете, я многие свои статьи заканчиваю словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Берегите свой организм. Самая большая ценность это ваше здоровье. Не банковские счета, не недвижимость, а именно то здоровье, которое вы имеете. Поэтому его нужно беречь в первую очередь и хорошо. Что делать, если вы, ну, не знали, поздно нашли это видео, очереда праздников уже произошла, вес уже набрался, там где-то животик, где-то бедра увеличились больше того размера, который вы рассчитывали. Что делать здесь? Ну, советов много. Диет разных много. Я их разделю на несколько групп. Есть однодневные диеты. В принципе, вот я уже вам однодневную диету расписал, как это сделать правильно. Потому что, диет много. Кто-то говорит, шоколадная диета, кто-то говорит, на каше посидите. Все это здорово. Но, однодневная диета, если вы потеряете на этой диете больше 200-300 грамм, это говорит о том, что вы потеряли не жир, а потеряли воду. Потому что, в день, ну, просто посчитайте. Если вы посидели день на кефире, там приобрели, допустим, с кефиром получили, ну, 300-400, ну, 500 килокалорий, а потребность у вас, 2000, дефицит, 1500 килокалорий. Калорийность одного грамма жира, 9 грамм. То есть, 100 грамм жира, это 900 килокалорий. То есть, вы можете, вот на такой кефирной диете, при правильном сопровождении, спокойно потерять грамм 150, ну, может быть, 200. Все. Все, что больше, это вода. Потеря воды, это старение в вашем организме. Поэтому, тут нужно просто правильно понимать, что такая ограничительная диета, да, она может легко помочь вам пройти вот сложный период, сложный день после, но дальше вы должны переходить на правильное питание. Диеты, если там нет жиров, и нет термически обработанной клетчатки, и достаточного количества воды, это все диеты, которые приводят к различным нарушениям в вашем организме. Нет воды, да, вы теряете вес, вот за счет воды, а это высыхание, старение. Нет жиров, понемножку, чайная ложка в каждом приеме пищи должна быть. Застой желчи, печень не может очищать вашу кровь, все токсические нагрузки попадают на почки. Почки удаляют токсины в активном виде, быстрее разрушаются, вы легко попадаете, быстрее попадаете на почную недостатус. Чуть позже я расскажу диеты чемпионы по этой ситуации. Поэтому желе должны быть без клетчатки. Клетчатка это растительный сорбент, да, вы можете принимать аптечные препараты, аптечные сорбенты, они жестко собирают, да, можете их принимать, но короткое время. Если уже очень плохо, да, принимайте их. Если нет, вам достаточно просто растительная пища, она тоже работает великолепно, как сорбент, великолепно очищает ваш организм. Поэтому тут вопрос в чем? В разумном сочетании. Если вот этих компонентов нет, диета ущербна, и где-то какие-то компоненты, какие-то моменты в вашем лечении могут происходить. Убрали жиры, жировой гепатон, статок гепатит. Запить печень легко и просто. Несколько дней вот такой неправильной диеты. Восстанавливать, потом недели и месяцы уходит. Для того, чтобы восстановить печень в первоначальном состоянии. Зачем вам вот эти слова? Поэтому все вот эти диеты, они все хороши. Но однодневные диеты сразу вы исключили. Вот я вам уже рассказал, как это делать. Двух-трехдневные диеты, ну, если вы продлите пару дней на кефире или пару дней вот на такой растительной пище, я думаю, что тоже беды не будет, все будет здорово. Но не больше двух дней. Если вы хотите снижать вес, вот такой разрубочных дней не больше двух подряд. Потому что с третьих суток организм понимает голод, еды нет, энергии нет. Он что начинает делать? Начинает тормозить обмен веществ. Торможение обмена веществ это старение вашего организма. То есть с третьих суток на ограничительной диете ваш организм начинает активно стареть. Но 30% снижает энерготрафу. Вы должны еще жестче держать диету, еще ниже уменьшать калорийность, чтобы иметь потерю веса. Или самый простой вариант да, снизил обмен веществ, а вы ограничили еще больше жидкость. Пострелком весу вы видите, радуетесь, вес снижается. Но за счет старения организма, он постарел уже дважды, снизился обмен веществ, потом пойдите его разогрейте и высохли вы. Ну разогреть обмен веществ сложно. А высыхание организм будет потом воду усваивать из всех любых источников, включая вдыхаемый воздух. И вот спрыгивание с этой диеты, когда человек с ограничительной диеты переходит на вкусное питание, приводит к тому, что обмен веществ заторможен, воду организм запитывает легко, вес восстанавливается, да еще и с избытком. Вы сжигаете калории менее интенсивно, чем до диеты. Как потом вот это все разогреть? Сложно. Можно, нужно, но сложно. Поэтому, а вот такие диеты больше трех дней не советую. Есть диеты, ну, чемпионы. Там одно-двухнедельные диеты тоже советую. Больше, как правило, нет, потому что там начинаются такие осложнения, что человек уже сам понимает, что эта диета ему приносит рец. А за первые две недели он еще явных осложнений не видит. Я бы по этой диете ел. Что дают вот эти одно-двухнедельные диеты, как правило, что там делают? Нагружают чрезмерно белков. Что такое белок? Ну, в принципе, самый ядовитый продукт питания. И не важно какого происхождения. Съел человек кусок мяса или съел человек порцию каких-то семян несущественно. В любом случае, если белок переварился, белок используется в обмене веществ, он в конце концов сгорает и образуются токсичные продукты белкового распада. Уже в вашем организме, потому что белок пищи, не важно какого происхождения растительного и животного, должен быть разобран на аминокислоты. Аминокислоты попадают с кровью к печени. Печень собирает уже в свойстве только вам белок. И люди сидели за одним столом, ели одну и ту же пищу, ели там какую-то, допустим, порцию рыбы или какую-то там лобио, например, фасоль, ели. Да, пожалуйста. У каждого сидящего за столом в печени образуются уникальные свои собственные белки. Вот эти белки после этого попадают в рабочую зону к клеткам, там работают как свойственные человеку белки, изнашиваются и уже уникальный белок, который попал исходно, превращается в специфические характерные токсины. И вот эти белковые токсины должны удаляться из организма. Вот здесь разницы нет никакой, какой пищи человек питается. вопрос в количестве. Да, растительного белка переесть сложно, поэтому, как правило, белковая интоксикация у тех, кто сидит на растительной пище, меньше. Животных белков переесть проще, потому что порция концентрирования содержит белки, поэтому как бы съел меньше, а реально белков попало больше. Тут переесть проще. Плюс еще, если неправильно приготовили белковую пищу животного происхождения, причем получили белковые токсины того животного, которое попало на стол. Поэтому тут вариантов, конечно, с интоксикацией больше. На выходе фактически. На входе вопрос в чем? Тут кардинальный вопрос. Переварилось или нет? Не важно, чем человек питается. Белки, ферменты, если есть на перевариве пищи, если человек съел какую-то порцию белковой пищи, она переварилась, прекрасно, нет вздутия живота, не было газов с запахом, значит, говорит о том, что белки переварились, полноценно усвоились. Значит, они будут работать, как белки. Если пошло вздутие живота, пошли газы с запахом, это говорит о том, что застолье было не только для вас, но и для патогенной микрофлоры в кишечнике. То есть, какие-то патогенные бактерии, может быть, глистые паразиты, кто-то из них в любом варианте, употребили частично вашу пищу, поэтому пошло вздутие, поэтому пошли газы с запахом. Вот тут нужно просто понимать этот процесс и контролировать качественно и количественно. Если какая-то белковая пища не переваривается, забудьте о ней. Не существует эта пища для вас. Она все равно только отравляет ваш организм. кормите бактерии вместо себя. Если же она переварилась, все прекрасно, все великолепно. так вот когда используется больше белковой пищи, вы должны понимать, что потенциально в любом случае увеличение количества белка в рационе это увеличение количества токсинов в вашем организме, потому что в конце концов белок сгорает его используют как источник энергии и образуется много токсических веществ, но первично он должен перевариться. Но в любом случае увеличение доли белка должно параллельно сочетаться с увеличением доли жидкости в рационе. И пропорция очень простая. 1 грамм белка 42 миллилитра жидкости на удаление тех белковых токсинов, которые при этом образовались. Допустим, съели 100 грамм отварного мяса, там примерно 20 грамм белка, вот 20 грамм белка на 100 грамм мяса, 840 миллилитров воды, должно попасть в организм. Но лучше не воды, а жидкости, какие-то соки, компотики, они просто быстрее вымывают эти белковые токсины из вашего организма. И это должно быть параллельно. Стоит вам просто увеличивать белковую пищу, а воду вы для того, чтобы ударить белковые токсины, тратить воду из вашего организма, соответственно, вы стареете. А токсический удар, так как все-таки анализ будет экономно расходовать эту воду, белковые токсины будут идти в концентрированном виде через почки, выход из белковой диеты посмотрите на уровень креатинина. Сделайте ради интереса почечные пробы креатинин мочевину до белковой диеты, в процессе и после. И посмотрите как правило, при этом уровень креатинина возрастает. То есть способность почек очищать вашу кровь от белковых токсинов резко снижается. И вот эта способность, к сожалению, восстанавливается очень сложно. Можно ее восстанавливать, но очень сложно. Проще потерять. Поэтому когда вы подсаживаетесь на белковую диету, вы должны понимать, что увеличение доли белка в вашем рационе это увеличение доли жидкости. Сколько вы можете выпить воды и сколько вы можете съесть и переварить белка, вот это ваш темп снижения веса. Не тот, который прописан в диете, там можно прописать много. Вопрос допрыгнуть ли вы по уровню здоровья, сможете ли вы это выполнить. Знаете, сцепив зубы, вот несмотря на что выполнять нельзя. Потеряете почки, еще раз напомню, очень сложно восстанавливать. Поэтому так делать нельзя. Ну есть диеты, которых высыхание будет, потому что потребность в жидкости у здорового человека примерно 5% от массы тела. Ограничили воду, и вот в зависимости от того, насколько вы держите вот это сухое, ну не сухое, а хроническое водное голодание, будут потери воды. Потом очень легко восстановиться. Если ограничивают жиры, говорят, все, жирная пища просто напрочь исключена, все безжиреное, ну вы, да, будут гореть собственные жиры, куда же удеться, но когда жиры горят в жировой ткани, образуются тоже, жиры сгорают неполноценно, не полностью, окисленные вот эти жиры попадают в кровь, и должна оттуда удалять печень. Как только вы убрали жиры из рациона, физиологический сброс желчи, на жиры отсутствует, есть застой желчи, жиры забивают печень. Вот такая вот диета без жиров, постная рыба, птица идет, там жиров нет, идут какие-то отварные овощи, какие-то фрукты идут, жиров вы там не видите, все. Печень стоит, забивается спокойно жирами, которые растворяются в жировой ткани, и вы выходите с жировым гепатозом. Если еще и там где-то пищи были какие-то токсины, вы выходите со статогепатитом. Это очень неприятная ситуация, в том плане, что тоже очень быстро развивается и очень медленно потом выходите. Поэтому так поступать нельзя. Видите, уже кто-то успел дозвониться, но я позже отвечу на этот вопрос. Что еще нужно аккуратно делать? Ну, повышают долю углеводов. Да, углеводы это фактически костер, в котором горят жиры, но во-первых, вы рискуете сахарным диабетом, те, у кого уже были какие-то изменения со стороны печени. Во-вторых, углеводы, они провоцируют брожение в кишечнике, если вы не привыкли к такому количеству. И если вы увеличиваете углеводы, обязательно там должны быть жиры. Сброс желчи должен быть, потому что вы бросили углеводы, вы провоцируете процесс брожения, а главный дезинфектор, который тормозит активность патогенных бактерий, желчь, находится в желчном пузыре. Так делать нельзя. Увеличили долю углеводов, жиры тоже можно ограничить, но не меньше чайной ложки в каждой приеме пищи. И этих приемов пищи должен быть тоже не меньше пяти. Вот тогда все прекрасно, все отлично. Первый прием пищи, проснулись, протерли глаза, вспомнили, что вам нужно разружаться, приняли. Последний прием пищи за час полтора до сна. Прекрасно. Вот тогда и остальные еще три приема пищи между ними. Вот тогда все прекрасно, тогда я за вас покой. Ну, основные диеты я вам рассказал. Вы можете легко понять, оценить по тем компонентам, которые в них есть, то есть я не буду их называть по именам. Это все легко и просто любой человек может сделать самостоятельно. Выход из диеты тоже сложность, потому что каждая диета, если вы к ней фактически не привыкли, это не ваше естественное привычное вам питание, это пищевой стресс. Выход из диеты, переход на привычное вам питание, опять-таки стресс. Вот тут вопрос, в чем? Выход из диеты тоже должен быть плавным, должен быть постепенным и сложностей очень много. Тоже здесь возникают проблемы и я даже не могу сказать, что диет сейчас миллион и сказать вам, вы знаете, вот из этой диеты вот так, вот так, вот так. Я советую вам одно. Знаете, для того, чтобы легко и просто сбросить лишние килограммы, которые набрались в вашем организме, лучше сделать немножко по-другому. Лучше все-таки да, вы уже какой-то набор произошел у вас. Можете провести вот то ощущение, с которого я начал. Дальше, после этого перейдите на правильное питание. Что это такое? То есть, первое, что вы сделаете, если у вас был обильный ужин, посмотрите видео, чем грозит обильный ужин, в принципе, и сделайте его более скромным. Сделайте больше, скажем так, кисломолочным. Какие-то простоквашка, кефир, йогурты какие-то, пожалуйста, с запеченными яблочками, они хорошо очистят ваш организм, вы будете хорошо спать, потому что они не тратят энергию на переваривание такой пищи, но вы спите не голодны. То есть, у вас все происходит прекрасно, вы великолепно себя чувствуете во время сна, вы хорошо выспитесь, вы станете работоспособны, с хорошей активностью, и самое главное, с хорошим аппетитом. И вот здесь вот, что лучше сделать? Здесь все-таки вот да, белковая пища наши предки говорят, завтрак ешь сам. Поэтому вот здесь вот, если вы более скромный ужин себе обеспечите, то у вас аппетит будет хороший с утра, и вы сможете позволить себе больше съесть белковой пищи. И вот, когда вы проснулись, до пика работоспособности обычно проходит 3-4 часа. То есть, они постепенно будут стартовать, постепенно будут подниматься. если вы с утра съедите легкую белковую пищу, то есть, белую рыбу, белое мясо, птицу, они содержат, в принципе, легко перевариванные белки, которые легко перевариваются. Порция небольшая, с непривычки, можете хотя бы грамм 100 съесть. Небольшая порция, которая легко переваривается, особенно, если у вас хороший аппетит при этом был. Если аппетита не было, вы можете выпить стакан воды холодной, с чайной ложкой меда и чайной ложкой какого-то яблочного уксуса, какого-то кислого сока. Не вопрос, все прекрасно, все произойдет великолепно. Этот апперитив легко разогреет пищеварительную стену и вот этот кусочек мяса или рыбы переварится легко. Для того, чтобы на него не покушались патогенные бактерии, вы должны подкормиться профитные бактерии. Как вы это можете сделать, легко и просто. Порция овощей или фруктов после термической обработки термическая обработка на ваш вкус. Хотите запекайте, хотите тушите, хотите просто отварите, хотите бланшируйте. Выбор ваш. Но термообработка активирует сапрофитные бактерии, которые развиваются на этой клетчатке, во-первых, подавят патогенные и не дадут им вот этот кусок мяса, пусть даже непривычный, съесть. Он будет ваш. А мясо переваривается, подогревает обмен веществ быстрее, чем это происходит в веществных условиях. Кстати, как аперитив может быть и стакан чая или кофе. Кофеин, который есть, он тоже разогревает обмен веществ, тонизирует мозг и самое главное раздражает желудок, усиливает секрецию желудочного сока. Единственное, что сахар немножко должен быть без сливок, без молока. Вот тут без молока. Потому что молоко это уже еда. Если кофе с молоком или чай с молоком, это вы уже поели, считайте. То есть, это не совсем нужно вот в этом случае. Молоком медленнее активирует обмен веществ. Кусочек мяса или рыбы лучше. Больше того, когда вы комбинируете с овощами, овощи, они не сухие, они с водой. Уже воду фактически для того, чтобы выводить белковую токсину уже положили. Все прекрасно. Отварной, да, я понимаю ваше отношение к отварной пище. Но я не говорю, что пища должна быть невкусной. Через полность пряностей используйте по своему вкусу. Какую-то подливку легкую сделайте вот в этой ситуации. Используйте пряности при приготовлении овощей и фруктов. Можете вместе с куском мяса или рыбы готовить какие-то пряности. Не вопрос. Чем вкуснее пища, тем лучше вы ее переварите. Быстрее белки попадут на ловень клеток, разогреют вам обмен веществ, поднимут вам обмен веществ. Вы легко и просто теряете вот те лишние килограммы. Да, не экстремально, но экстремальных потерь экстремально можно терять только воду. Вы зашли в баню, в сауну по потере вышли минус килограмм, полтора, два, не жир потеряли, воду потеряли. Вы пошли в тренажерный зал, вы там крутили педали, вы там бегали, прыгали, плавали. Потерю видите? Это пот и воздух с водой, где вы испаряли воду. Все. Это не жир. Для того, чтобы начались потери жира, вы должны сжечь килокалорий 800 в тренажерном зале. Это час езды на велосипеде беспрерывно. Только после этого у вас начинаются потери жиров с 9 килокалорий 1 грамм. То есть, если вы еще час будете крутить педаль велосипеда, то есть, 2 часа вращения педалей, 100 грамм жира потерять. Каких килограммов можете тереть? Килограммы это вода, это не жиры, это высыхание и старение. Да, в тренажерном зале вы можете терять вес, но если вы правильно к нему подготовитесь, правильно будете питаться, правильно там выполнять нагрузки и правильно выходить. но это не такая экстремальная, это великолепная потеря веса, это великолепный фундамент для снижения веса, но не экстремального, а во времени. Да, мышечная ткань, она активнее, чем жировая, неактивнее сжигаются со всей эти калории, а активнее идет обмен веществ. Вы накачали 1 грамм жировой, извиняюсь, мышечной ткани, и он круглые сутки будет сжигать калории, 2 накачали, в 2 раза интенсивнее. В тренажерный зал нужен для того, чтобы увеличить немножечко мышечную ткань, которая вне тренажерного зала великолепно сжигает ваши жиры. Да, но только там, а там терять вес в самом зале, это только вода. Поэтому я думаю, что вы теперь понимаете, как правильно сбрасывать жиры, как сбрасывать вес, если вы вот это все будете делать правильно, рационально, я вас уверяю, потихонечку, постепенно вы будете снижать вес до тех размеров, до тех значений, которые вы хотите. И самое главное, безопасность для вашего здоровья. Если вам нужно больше информации, пожалуйста, контакты мои видите, не вопрос, вы можете ко мне обратиться, я вам более подробно расскажу, потому что я понимаю, что сбросить вес, это здорово, но каждый из вас имеет какие-то заболевания, может иметь какие-то изменения в состоянии печени, почек, может иметь какую-то рейтосуистую дистонию, склонен к депрессиям, гипертоническую болезнь, какие-то обменные заболевания суставов, куча разных проблем, 30 тысяч заболеваний сегодня. Известные, к сожалению, перечень расширяется, 30 тысяч это по состоянию примерно лет 15 назад, последний раз пересматривали перечень заболеваний, сейчас пересмотрят, я думаю, что еще пару тысяч добавится. Вот это ёршик всех заболеваний, конечно, это те сложности, которые находятся на пути к безопасному снижению веса. Если вы хотите снижать вес самостоятельно, я вам информацию дал. Если вам нужна помощь врача, пожалуйста, контакты мои вы видите, не вопрос. Если вы хотите просмотреть еще какие-то видео на эту тему, кнопка подписки вы видите прямо под видео, если вы еще не подписались, подписывайтесь, смотрите больше несколько сотен видео на моем канале, постоянно, регулярно я их добавляю. Если вы помните, что за вами за столом сидели еще ваши друзья и знакомые, кнопочки в социальных сетях, если они у вас там есть, не вопрос, нажмите, отправьте им, пусть они тоже просмотрят это видео, потому что самое важное, да, застолье это здорово, славянские застолья они достаточно обильные, они щедры, вопрос в чем, как правильно эту всю разнообразную пищу употребить и как безопасно из этого всего выйти, потому что знаете, есть много разных сложностей, я не буду затягивать больше это видео, смотрите и будьте здоровы, знаете, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. это видео, это видео, я хочу .